МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы доступна на сайте metr12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. В поселке Знаменский Медведевского района Мариал полностью ликвидирована очередь детских дошкольных учреждений. Здесь распахнул в свои двери новый корпус детсада. Строительство велось активными темпами по проекту, который был внесен в реестр экономически эффективных проектов Министерства строительства России. Это позволило получить республике из федерального бюджета более 70 миллионов рублей, которые и были вложены в строительство детсада. Мы с вами используем в нашем занятии интерактивную доску, которая очень интересная, правда? И волшебная. Итак, выбирай, чем ты будешь рисовать. Современными интерактивными комплексами здесь может похвастаться каждая группа. Ноутбук, экран, проектор. Ребятам, что получили путевки в новый детский сад в поселке Знаменском, без преувеличения повезло. Все новое и качественное, будь то мебель, игрушки, музыкальное или кухонное оборудование. Сформированы группы дети с полутора, год и шесть, до трех лет. И родители очень рады и не ожидали, что дети с полутора лет попадут вообще в детский сад. А вот так получилось, что благодаря новому корпусу строительства нового детского сада дети могут посещать детский сад. Всего с открытия здесь сформировали пять детских групп. Основное число воспитанников – девочки и мальчики со всего Знаменского поселения. Здесь на сегодняшний день полностью ликвидирована очередность у детей, начиная с двухлетнего возраста. Хотя возят ребят в это дошкольное учреждение и из других уголков района. Например, из самого поселка Медведево и из Куяра. Этот сад обладает целым рядом преимуществ, не просто особенностей, а преимуществ, потому что это новый проект, это современный проект, это проект, который позволил победить в конкурсе на один из экономически обоснованных, экономически эффективных проектов. И поэтому с позиции Минстроя Российской Федерации, с позиции руководства страны основное финансирование здесь осуществлено за счет средств федерального бюджета. Мы посмотрели сейчас все помещения, это 2200 квадратных метров. Здесь обеспечены необходимые санитарные условия, необходимые условия содержательные, а именно я говорю сейчас о том, что здесь великолепный блок питания, здесь великолепный спортивный зал. Новый проект, который внесен в реестр экономически эффективных проектов Минстроя страны, позволил получить на строительство садика в поселке Знаменский из федерального бюджета более 70 миллионов рублей. Остальные деньги – это средства республики. Вообще финансирование – один из ключевых моментов в решении проблемы с обеспечением детей местами в детсадах. Так, в мае прошлого года президент страны Владимир Путин принял решение о выделении субъектом из федеральных источников денежных средств на данные цели. Нашей республике до конца года выделено 1 миллиард 800 миллионов рублей, что позволит, конечно, с привлечением республиканского бюджета постепенно ликвидировать очередность в дошкольные учреждения. Начало в Мариел было положено в прошлом году, когда в республике было построено и сдано пять детских садов. В 2019-м в планах первых лиц региона темпы как минимум не сбавлять и открыть помимо Знаменского дошкольного учреждения еще пять детских садов. Традиционное блюдо горных Мари – мясной пирог Кравец – стало официальным национальным брендом республики Мариел. Соответствующий патент зарегистрировали в Федеральном агентстве интеллектуальной собственности. Ранее горномарийский Кравец был одним из символов Казмодемьянска и его окрестностей, но позже его было решено превратить в визитную карточку всего региона. Кравец – это пирог, в состав которого помимо теста входят мясо и крупа. Для начинки подходят курятина, зайчатина и свинина. Готовят Кравец по любому важному поводу. Так, по традиции, на свадьбе друг жениха должен был разрезать пирог на семь равных частей, что удавалось далеко не всем. Напомню, осенью прошлого года Роспатент зарегистрировал еще один официальный символ нашего региона. Бренд сделан в Мариел, которым будут маркировать лучшие товары, произведенные в нашей республике. Сотрудниками правопорядка пресечено хищение денежных средств с банковских счетов жителей республики. Используя вирусы, злоумышленник получал доступ к дистанционному управлению чужими смартфонами, к номерам которых были привязаны банковские карты. Таким образом, после команды на перевод деньги уходили на счет мошенника. Подробнее об этом и не только в сводке 112. Порядка 20 жителей республики пострадали от действий злоумышленника, подозреваемого в тайном хищении денег с чужих банковских счетов. Им оказался неработающий 48-летний житель Мари-Турекского района. Сотрудниками отдела К регионального МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии он был задержан. Установлено, что в период с октября по ноябрь 2018 года злоумышленник, используя вредоносное программное обеспечение, получил доступ к дистанционному управлению с сотовыми телефонами граждан, к номерам которых были привязаны банковские карты, после чего отправлял команду на перевод денег, находящихся на счетах потерпевших. С начала года на территории республики произошло порядка 40 ДТП. Больше 60 человек получили травмы, есть погибшие. Непростым стало 21 января, когда произошло 4 серьезных дорожно-транспортных происшествия в течение дня, в результате которых 1 человек погиб и 15 получили травмы различной степени тяжести. Практически все дорожно-транспортные происшествия произошли на загородных автодорогах, на дорогах федерального и республиканского значения. И уже вечером одно дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Ишкарале, также с большим количеством пострадавших. Основная причина роста дорожно-транспортных происшествий в республике – выбор водителями скорости, не соответствующий погодным и дорожным условиям. От поведения взрослых за рулем зависит и детская безопасность. По вине водителей с начала года в регионе уже пострадали 8 детей-пассажиров. За минувшую неделю в Мэрел зарегистрировано 12 пожаров. По данным спасателей, пострадавших и погибших в огне нет. 17 января Ишкаралинским пожарным три раза пришлось выехать по одному и тому же адресу. Многоквартирный десятиэтажный дом на улице Карна Либнихта. Все три раза горели электрощитовые и во всех случаях причиной пожара был поджог. Установившаяся в регионе морозная погода может также привести к увеличению числа возгораний и пожаров из-за печного отопления и активного использования электроприборов, в том числе самодельных. Печи стоит топить несколько раз в день, не больше чем полтора часа за раз. Это поможет избежать перекала печи. При использовании электрообогревателей стоит эксплуатировать только приборы заводского производства, не вставлять их без присмотра, убедиться, что около обогревателя нет занавесок, ковров или других предметов, которые могут загореться. Также не включать в одну розетку сразу несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети. Также не рекомендуется сушить вещи на обогревателях и не оставлять детей без присмотра в помещениях с работающими электроприборами. Два года следствия, 40 томов уголовного дела и наказания в виде 226 лет заключения. В Чувашии вынесен приговор членам организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков в Ёжкороле, Чебоксарах и Новочебоксарске. В поле зрения сотрудников МВД преступники попали еще в 2016 году. Благодаря слаженной работе полиции тогда задержали 20 человек в возрасте от 20 до 37 лет. Среди участников группировки уроженцы целого ряда регионов России. Они общались между собой с помощью сервиса по обмену мгновенными сообщениями, а сбыт наркотиков осуществляли через тайники закладки. За два года следователям удалось собрать достаточно доказательств. Было изъято 3,5 килограмма синтетических наркотиков. Суд признал всех участников преступной группы виновными в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и приговорил их к наказанию в виде лишения свободы в колониях строгого и общего режима на срок от 9 до 15 лет. В совокупности общий срок заключения для наркоторговцев составил более 226 лет. В Мариел возбуждено уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности. По предварительным данным с апреля 2018 года по январь 2019 в разных частях города не в меру деловые люди устраивали азартные игры, в том числе с использованием интернета. Преступниками оказались ежкаролинцы в возрасте 38 и 39 лет. Им предъявлено обвинение, избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Мариел, в восьми помещениях, где действовали подпольные казино, проведены обыски и изъято различное оборудование. Силовую поддержку при проведении операции оказывали сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжается. Вопросами спорта в Мариел займутся лучшие тренеры республики. При региональном министерстве молодежной политики, спорта и туризма будет создан тренерский совет, в состав которого войдут лучшие наставники региона, представляющие разные федерации спорта. Тренерский совет займется организацией спортивного резерва сборных команд Мариел, подготовкой ведущих спортсменов к официальным стартам. Перед членами совета ставятся такие задачи, как проведение отбора спортсменов сборной региона, борьба с допингом и наркотиками, анализ выступлений атлетов, предотвращение оттока лучших спортсменов из Мариел. Тренерский совет также будет определять победителей в конкурсе по соисканию грантов правительства Мариел, рассматривать вопросы поощрения спортсменов и тренеров и так далее. В 2018 году в эфире Мариел радио появилось более трехсот эстрадных и народных песен на марийском языке. Тридцать лучших из них прозвучат на фестивале «Идала Косымура» – «Песня года». При выборе учитывались качество композиции и ее популярность у слушателей. О том, как идет подготовка к одному из главных событий на марийской эстраде – в нашем следующем материале. Алексей Юнусов – актер Национального театра драмы имени Шкетана, знаком и русскоязычным зрителям, и носителям марийского языка. Следуя народной мудрости, что настоящий мариец обязательно поет, два года назад Алексей взял в руки уже подзабытую со студенческой скамьи гитару и попробовал спеть несколько старых песен, которые любил еще в детстве. Эксперимент удался и даже понравился зрителям. Несколько народных песен родного Горномарийского района в современных аранжировках зазвучали по-новому. Теперь песни Алексея, хотя их еще совсем немного, звучат в эфире Мэрил Радио и даже попадают в хит-парады. А это значит, что за зрительские симпатии на фестивале «Песня года» Мэрил Радио Алексей будет бороться наравне с мэтрами национальной эстрады. Когда мы учились в Москве, и даже в колледже культуры и искусств, когда я учился, нам всегда говорили, у вас есть маленький багаж, и в этот багаж вы должны складывать все свое мастерство, потому что на сцене оно все будет выявляться, и все будет вам полезно. И так или иначе мы начали петь, записывать песни, стал, на гитаре играл, на «Идала Касамура» на «Песня года». Когда я первый раз выступал, вот это была первая песня. Моя самая первая песня была тогда. «Идала Касамура» — это престижная музыкальная премия, которую национальная радиостанция «Мэрил Радио» проводит в Вишкороле уже в седьмой раз. Из сотен новых песен, которые каждый год появляются в эфире на частоте 105,5, на этот фестиваль попадают единицы, самые достойные и любимые слушателями. А это огромная аудитория — молодежь и пенсионеры, горожане и жители самых отдаленных районов. В прошлом году «Песня года» — именно так переводится с «Марийского идала Касамура» — обрела свое материальное воплощение. Специально для фестиваля была разработана награда — символ «Песни года». Как она будет выглядеть сейчас, пока неизвестно. Причем получат ее не только исполнители лучших песен «Мэрил Радио», но и композиторы, и авторы. Кому достанется гран-при, решит редакция радиостанции. А на выбор лучших песен, по мнению зрителей и слушателей, можете повлиять и вы. Причем сделать это прямо сейчас. Ежегодно, традиционно, «Мэрил Радио» проводят фестиваль «Песня года». И в этом году, как и в прошлом году, мы объявили несколько голосований. Это интернет-голосование. Наши интернет-пользователи в группе «Мэрил Радио», в социальной сети ВКонтакте, могут голосовать за любимые песни. А также в эфире «Мэрил Радио» на номер 5522 сейчас идет голосование также за любимую песню из предложенных 30 песен, самых лучших песен года «Мэрил Радио». И у нас есть такая традиция, очень приятная для наших зрителей, уже непосредственно концерта, фестиваля, когда наши слушатели, наши зрители могут голосовать в течение всего концерта, фестиваля. И итоги этих голосований мы подведем уже на самом фестивале в конце концерта. Итак, встречаемся уже в эту субботу, 26 января, в ДК «30-летие Победы» на фестивале «Идалы Косы Мура» «Песня года» и голосуем за любимых исполнителей. Районные музыкальные школы получат новые пианино. В региональном Мингосимущество разработан проект распоряжения о передаче трех пианино «Николай Рубинштейн» в муниципальную собственность Казмодемьянска и Звениговского района. Новые музыкальные инструменты получат четыре детских школы искусств – Казмодемьянская, Красногорская, Кужмарская и Звениговская. Как подчеркивают в ведомстве, всего в рамках исполнения Минкультом Республики распоряжения правительства России было приобретено 18 новых пианино. Их планируется распределить между 16 муниципальными и двумя республиканскими школами искусств. Песнь о «Вещем пути». Эпос «Югорно» представил Марийский национальный театр драмы имени Шкетана. «Югорно» – произведение уникальное. Дело в том, что марийский героический эпос существует сразу в двух вариантах – русскоязычным и марийскоязычным. Эпос создан 20 лет назад. Его автор – писатель-переводчик Анатолий Спиридонов. На марийский язык эпос перевел поэт Анатолий Макеев. Особое место в постановке занимают декорации и костюмы, работа над которыми велась очень тщательно. Изучались быт, традиции, археологические находки. История предков всегда увлекала марийский народ, поэтому на премьере был аншлаг. «Югорно» – песнь о «Вещем пути». Долгожданный героический эпос под наимённому произведению Анатолия Спиридонова. Постановка смогла захватить внимание не только обычных зрителей, но и заядлых театралов. Основу для материала составили марийские национальные сказки, загадки, поговорки. Стоит отметить, что работа над книгой шла на протяжении многих лет. Прежде всего, автор Анатолий Спиридонов около восьми лет собирал фольклорные материалы. А затем в течение десяти лет создавался сам эпос. Республика Аюгорна узнала ещё в 2014 году, когда эпос стал победителем конкурса «Книга года». Это не литературное произведение. Я литературу бы, может быть, как-то по-своему оценил. Это сцена, это сцена, это совсем другое что-то. В общем-то, мне понравилось. Ну, видите, в чём дело авторское, так сказать, я в некоторых местах по ходу пьесы протестовал. Ну, думаю, зачем перенесли из одного раздела в другой, а потом смотрю, всё складывается. Создание этого масштабного произведения участвовал весь творческий коллектив Национального драм-театра. Особое место в подготовке сыграли ученики театрально-музыкального класса, который работает при Национальной президентской школе искусств. Ребята первый раз оказались на большой сцене. В спектакле «Югорна» описывается жизнь народа Мари XI-XX веков. Их культура, обычаи, быт и зрители смогли полностью окунуться в этот мир. Костюмы, декорации, старинные музыкальные инструменты придавали всему историческую реалистичность. А для молодых актёров театра – первым серьёзным профессиональным испытанием. Артистам всегда хочется играть характерных героев, персонажей, чтобы выявить свою черту, показать, на что ты способен. И когда вот клеишь бороду, усы клеишь, это тоже даёт немножко образ и стать даёт. Вопросов нет, конечно, царей играть – это очень сложно, но очень интересно. И артистам это большой-большой плюс. Режиссёр постановки Василий Пектеев отмечает, что работа над эпосом шла долго. Пришлось преодолеть немало сложностей. Прежде всего, потому что «Югорна» имеет очень большой объём. А цель театра – уместить всё это в небольшой промежуток, отведённому спектаклю времени. Спектакль приковывает внимание к себе. Ну, во-первых, это чувствуется, что работа была очень подробно и тщательно с актёрами. Вот меня многие актёры просто порадовали, особенно молодой актёр Ваня Соловьёв. Мне кажется, для него это явная удача его. Он уже настолько масштабно, крупно существует на сцене. Такое глубокое проживание своей роли под меня он очень порадовал. Отдельно стоит отметить работу художника-постановщика Владимира Королёва. Он изучал археологию и историю народа мэри, а затем всё это воссоздал для эпоса. Одним из ключевых элементов постановки является символ водоплавающей птицы и золотое яйцо, которое является своеобразным олицетворением мира. Это замечательное художественное произведение, это действительно эпохальное произведение и очень большой глубокий материал. И вот из этого материала надо было выбрать самую главную линию для театра, чтобы получился яркий, интересный спектакль, где есть борьба за добро и зло, за любовь. Поэтому для того и трудности, чтобы что-то хорошее получилось. «Югорна» — это не единственный эпос, который был поставлен в стенах Национального театра. Первый подобный опыт был в 90-х годах XX века. Калевала поставлены финским режиссёром. Стоит отметить, что спектакль состоялся благодаря гранту Министерства культуры России. В следующий раз «Югорна» можно будет увидеть на сцене 17 февраля. Это были новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы на сайте метр12.ру, на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. «Югорна» Редактор субтитров А.Семкин